Ян, скажи, пожалуйста, ты был на первом своем золотом туре в 2001 году. Какими впечатлениями можешь поделиться об этом турнире? Тебе ведь удалось тогда выиграть самого Алексея Воевода в абсолютно весовой категории. Ну, нужно сказать, что Алексей Воевода был молодой спортсмен. У него еще не было, я думаю, стопроцентная форма и сила. Поэтому я выиграл и я аж чувствовал хорошо. Очень рад, что там выиграл. Очень, очень рад. Но второй год я уже не выиграл его. Тяжело сказать мне, почему это сделало, как это сделало. По мне это был один из самых лучших турниров. У меня большой успех. Ну, ты несколько раз выступал на золотом туре, потом уже на Кубке мира. Тебе не удалось выигрывать этот турнир. С чем это было связано? С тем, что была плохая форма? Может быть, не был подготовленный? Или просто уровень поменялся? Ну, нужно сказать, что у меня уже была травма после второго, третьего турнира. Золотого бика. После окончания я пошел в операцию. Было нужно сделать операцию, потому что у меня была большая травма. А твоя форма, самая сильная форма, в каком году ты считаешь была? Пик твоей формы в каких годах? В 1999 году Владикавказ, когда я боролся в финале с Котаевом, я думаю, что там был самый лучший. И на следующий год в Вильджиния Бич, в США, там тоже, я думаю, что еще у меня эта форма цифровала. А потом уже немного маленькие проблемы. А что ты сам можешь сказать о барбрессинге? Изменяется все барбрессинге? Изменяются спортсмены, уровень. С чем это связано? С какими-то новыми технологиями подготовки, может быть? Что я могу сказать? Но многие новые тренды приходили в этот спорт. Многие молодые люди приходили. Это самое сказало, что многое случилось, многое изменило. Наш спорт. Наш спорт, да. Это уже не так маленький спорт, это хороший спорт. И какие планы твои на будущее? Вот, три-четыре месяца. Где-то будешь выступать кроме чемпионата Европы еще или будешь отдыхать до чемпионата мира? Хочу выступать, потому что у меня уже не только травмы, как было после операции. Я чувствую хорошо, нет травмы. Сто процентно я не чувствую, это не буду сказать, это бы плохо сказали. У меня большая тренировка, хочу бориться, хочу бориться, как у меня не будут травмы, я хочу выступать на многие турниры. Я помню, что ты когда, в начале 2000-х годов, то ты тренировался практически каждый день, правильно? Да. Даже два раза в день. Да. В основном это были силовые тренировки, они были связаны там и с жимом лежа, и поднимом на бицепс. Что поменялось на сегодняшний день в твоих тренировках? Много, много, поэтому что я уже жим в ложе не сделаю один раз в месяц, поэтому что у меня после операции, как я урвал свал, уже невозможно сделать такую вещь. И не хочу, не хочу, поэтому что это не случилось, не случилось с обрестлингом, так думаю я. Я думаю, как я думаю, специально тренирую, только много тренировок, много, много, много двигаю в лану и такие тренировки, бицепсы, бицепсы, это работа, это самая, 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 самая лучшая цвика. По-по-по-по-по-по-по-по-по-спорту, по-рестлингу, много, много работаю за столом. Понятно, спасибо.